а вот и можем на самом деле потому что у нас есть дух воды мои пузыри могут открывать введены ворота после чего мы теперь можем со спокойной душой зайти внутрь и так сейчас я просто избавлялся от злых 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 гадов можем здесь побить рыбу ой так намного лучше как вы поняли вниз лучше не заходить потому что когда вы заходите вниз она заканчивается очень проблемно из рыбы можно выбить рыбу что как бы логично но почему-то далеко не из каждой кстати рыба может упасть в воду а еще из рыбы можно выбить что что-то стоп что о боже из рыбы можно выбить капусту этого кстати я раньше не видел самое интересное то что мы с вами ай пошли в жопу подди ты по ней единственный минус то что повод маленьким противникам падла довольно бывает сложно попасть причем нас в одну клетку скажем так идет удар маленький и в несколько клеток идет удар большой вот с разворота который вот это можно вот так вот фигарить об кстати говоря касаемо вот этих сердец каждое сердце прибавляет нам по 2 к хп к нашему к общему запасу именно имеется ввиду так что если вы видите какое-то сердце то советую его брать в первую очередь ок огонь прошли ключ взяли на огонь не попадаем сюда мы еще вернемся вначале нужно ухайдокать такую гадость и по вот так ай на самом деле мне всю жизнь были проблемы с этими сраными змеями они меня все время как-то раздамаживали так опять добавление к нашему сп а ну кстати я вспомнил есть еще такая тема как прыжок удар с ноги он нам довольно часто будет помогать на самом деле а зомби не представляет из себя ничего сильно опасного они медленные ты в принципе так себе как враги но тем не менее могут доставить некоторые неприятности в принципе особенно если их будет много когда 12 зомби это не проблема до зомби уже больше тогда у нас возникнуть некоторые да чтоб тебя серьезно и чё и зомби вот это сейчас было весело так ладно с ром примерно столько нам и надо вот но зато кстати огонь их тоже сжигает здесь есть что-то мы не знаем что там туда мы обязательно сходим но позже а потом объясню собственно как именно со всем этим делом разбираться то ничего не упало окей заходим в дверцу эти его по-моему тоже проще бить вот этим ударом этим ударом с ноги долго конечно но зато против этого удара фактически ни один враг не может вам толком ничего сделать ей так вот давайте смотреть нас есть вот такая вот штука на закатить и сделать вот так делать это для призыва нашей дурындочки мелкой вот чем принципе и убиваем убираем точнее не убиваем но мы поняли так здесь повышаем сп и мне понадобится вот этот меч на десяточку нужно мне чтобы разобраться с этим летающим упали да отстань ты от меня в принципе она мне здесь не нужна но пока мы не разберемся вот с этим огонечком и там по-моему еще один такой должен питать их должно быть по моему два теперь у нас есть с вами что поставить и все будет круто так на самом деле давайте возьмем и и это хп восстанавливает это исполняться давайте полуспа установим не скажу честно говоря что она мне сильно понадобится на болин алухоносик короче надо босса так или иначе убивать до того как он с нами нормально начнет сражаться огнем даже к себе не пропускает а блин забыл что на второй половине а тихо как видите огонечки лучше убивать до того как они начинают размножаться босс осталось совсем мало но нам выпало сердце и вот босс собственно погиб бука гашеньки ручки пытались нас еще раз ухайдокать но видите нас ухайдокать не так-то просто как казалось боссу ахаха на самом деле я думаю что покушаю позже 41 удар переключаемся на обычку видите нам опять восстанавливают ману можем опять шмальнуть открыть и что же мы видим огонь меня зовут эфрит я огонь сжигающий все на своем пути золотой наруч мой повелитель он нашел эфрита духа огня который был усыплен усыплен в храме водопада такие вот дела ну собственно здесь идет такая же инструкция к эфриту что здесь делать в общем все проще некуда но нам нужно чтобы он начал бить вот эту хрень бить он и начинает автоматически получаем из нее такую штученцию и идем идем дальше в чем плюс эфрита и фрит наверно один из самых полезных мобов в игре он участвует с нами в битвах то есть если я его сейчас вот подведу то вы увидите как он будет бить правда он и нас может закоцать но в раз другое зато жареные ежики выглядят смешно такие вот дела так я вот чего не помню здесь же по моему здесь нету мы можем вернуться к отцу и давайте это и сделаем на принципе как бы логично понятно что там можно пройтись другую сторону но давайте сначала вернемся к отцу и узнаем что же он куда куда он нас пошлет дальше все таки сюжет такой сюжет не правда ли друзья мои разговаривать со стражниками не имеет особого смысла также в замке автоматически отключаются все наши призванные юниты поэтому такое кстати давайте сохранюсь на всякий случай на тот случай если я накозячу или еще чего не сделаю не так потому что не хотелось потерять прогресс в принципе здесь можно сохраняться то как бы и самой игре но не менее отец очень волнуется я тоже быть осторожен вернись целым и не вредим она мне остановила хп чё собственно я от нее и хотел али солдаты доложили мне что несколько групп чужаков остановилась немного северная водного храма ты должен побывать в этом месте прежде чем они навредят жителям ну а если быть точнее то они остановились немного правее нашей деревни сейчас мы туда собственно пойдем мы узнаем где же эти так сказать чужаки действительности своей находятся большая часть групп врагов я думаю даже бить не стоит потому что это трата принципе времени мы из них ничего не получаем но они короче это бесполезно особого смысла я в этом лично не вижу можно их просто оббегать бить врагов потребуется только ближе наверно вот к таким моментам то есть когда враг будет уже напрямую выскакивать до этого в принципе от врагов можно мы либо бить либо не бить это уж по желанию так сказать ой из ёжика нельзя получить моего друга зато моего друга можно получить таким образом поджарить немножко себя правда говоря вот он конечно немножечко слабоват в плане атаки то есть ну как сказать с одной стороны он конечно сильней а с другой все таки слабоват ладно давайте зайдем вот сюда вернемся потом вниз когда-нибудь я думаю здесь есть проход вверх а еще по-моему здесь есть вид еще один проход ну по-моему ну да нам нужно убрать эфрита взять ее пульнуть убрать мне в идеале здесь все равно нужен эфрит на самом деле то что здесь вот кстати говоря будет хотелось зомби вызвать эфрита бывает вот здесь вот мне вот сюда вот надо попасть на самом деле о кстати видите зомби распался на полу зомби с таким очень противным на самом деле песклявым звуком вот этот звук если честно очень бесил а во я вспомнил как я мочил этих мелких всяких ползучих гадов которые о которых нельзя замочить напрямую все я вспомнил короче мне надо сейчас по-моему как раз таки из одного из вот этих выбить динамитушку ай как только я выбью динамит я смогу вернуться назад вот туда вот да я вам показывал так вот здесь какой-то сундучок а не динамит ли здесь случаем кстати вот я вот этого не помню и здесь лежит яблышко которое нам с одной стороны нужно с другой вроде как и нет молодые люди вы прекратите меня атаковать или как окей взял яблочко потратим а они там бесконечно вылезут пусть они там продолжают спавнится так хотя мне здесь потребуется эфрит на самом деле так что надо вернуться на локацию назад в идеале я кстати не помню по моему он же может взорвать эту стену по идее да вот замечательно и мы зашли в некую скажем так мини игру я сейчас быстренько продемонстрирую за каждое количество определенных кругов мы можем получить те или иные вещи которые нам дадут собственно что-то или выйти просто отсюда вот попав туда я думаю что можем так лишь первого ранга у нас сейчас возможно будет я помню я выигрывал все здесь но нет но нет 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 давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай почему ты все время там это делаешь где там еще застрял ты е е мое там разница между третьим и вторым и первым рангом там прям вообще минимально по-моему вот что же мы получили мы получили говно которая нам собственно не нужно ладно я покажу только те моменты когда надо будет побить какой-то определенный рекорд когда у меня получится его побить пока что я думаю я это пропущен короче вы увидите ровно то когда я получаю уже шмотки либо увидите в ускоренном режиме я подумал как это сделать получше вы ставим и мы получили вещь второго ранга это довольно нужный нам довольно нужная нам штучка а теперь мы получили вещь третьего ранга и это вот такой светильник он нам поможет довольно сильно но потом не сейчас она была вещь четвертого ранга соответственно воскрешалка а вот она нам очень тоже понадобится в свое время так половина или одна четвертая на лучше оставлять все более качественные продукты я не помню кстати как то можно было как то можно было по моему выкидывать ненужные вещи а вот на паузу запомните если кому интересно ну и вот собственно нам выпала вещь первого ранга вот такие дела вещь первого ранга что же это такое это бесконечный огненный лук в связи с этим этот лук нам уже нахрен не нужен вот такое вот хорошее начало на самом деле бесконечный огненный лук нам очень даже понадобится единственное что давайте кстати я даже наверное продемонстрирует огненный лук как он будет выглядеть так такими стрелами можно натянуть более сильно из-за этого урон будет больше естественно фактически сразу мгновенно сжигаем зомби например таких врагов мы конечно же не сожжем с первого удара ну зомби например мы справляемся легко правда наш хороший друг нас все время пинает но окей красавица и меня и его ну ладно и на том как говорится спасибо вот зачем мне нужен собственно мой друг потому что вот здесь вот собственно будут лучники которые будут по мне палить он их может принципе снять прям таки отсюда насколько я помню ау не надо мне взрывать меня вместе с бомбой пожалуйста так хорошо погоди не ставь свою бомбу а ну нафиг молодец в принципе можем по моему его убрать временно крайне мере пока что он нам не нужен и что мы можем воскресить замечательно минус не все враги на нас агриться ай кстати видим здесь зато какой-то странный цветок мы не знаем что это и зачем это но мы его видим и мы кстати взяли ключ от зеленой двери ох какие же я помню эти опасные твари были слушайте я кстати довольно так тихо не смеете пропадать пока я тебя не взял так они восстанавливают сп по максимуму что у нас то и то а нет сп это вот это а у нас здесь как видите есть некоторые траблы а блин я забыл что они еще и взрываться же могут ё-моё точно эти же твари еще и взрываются если их короче не успеваешь убивать они взрываются да это тема конечно здесь есть эти несколько способов как вот тут рычаг врубить но самый простой из них это по моему взять и сделать вот так все рычаг включен ха 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 вот здесь есть золотой лук вот такой в принципе довольно мощный но во первых он мне как бы уже не нужен потому что у меня есть огненный лук во вторых мы сейчас все равно будем убить вот этого здравяка главное ему кстати дать отойти потому что я не хочу чтобы он стоял у двери мой чувак его правда не пропускает сюда здесь вот видите если вы не успеваете заходить в какую-то комнату да то есть у вас может здесь что-то выпустить и в данном случае этот сундук потом пропал бы кстати говоря а да кстати тут же тема еще вот здесь появился другой сундук который как бы тот же самый на самом деле на плане ничего не изменилось нам по-моему должна была же открыться вроде нет что-то нам вот эта фигня что-то открывала что я не помню а она нам открывала как раз вот этот лук по моему точнее не лука красную хрень так нам нужно скушать что-нибудь чтобы восстановить так как мы поступим с вами ребят нафиг вас я вас ненавижу поэтому будете нет дам эй упс тот момент когда у меня пришлось вызвать эту фигню ладно ну короче с кем справились тем справились с кем не справились тем ау ха я подколол ее и она убила своего о о да я помню этот момент такой мини индиана джонс на самом деле здесь я никогда не пробовал на самом деле бежать в обратную сторону там помню ничего нету ну да так во первых давайте сохранимся а во вторых давайте возьмем с вами восстановление хп о увеличение хп тоже пригодится ну он до нас отсюда не достает оп а вот отсюда достает ауч зато его можно так с ножки с ножки я сказал ну просто это самый безопасный способ потому что он как бы выбивается таким образом ну нельзя его нормально в общем он захватил вражеский лагерь и прокрался на корабль стоящий у пристани не ну Продолжение следует...